здравствуйте все на канале творческий сундучок я татьяна сегодня я буду повторять пошив подушек из лоскутов в предыдущем видео я вам показывала как шить подушку лотос сегодня это будет подушка звезда соединение квадратов будет другое если кто не смотрел предыдущие видео рекомендую посмотреть я подобрала вот такие подходящие на мой взгляд по расцветке тканюшки здесь есть не только новые вот это конечно новый лоску точек это у меня был подъемник к моей мини юбки ткани могут быть самые различные это могут быть и шелк и бархат и парча и даже хлопковые ткани вот этот лоскут так и вот этот тоже в 90-х помните закрывались все предприятия очень много предприятий закрывалась и там где мы раньше жили была птицефабрика и при птицефабрике был цех по пошиву пуховых одеял и вот это вот даже не лоскут а это просто отходы с этого производства и продавали их по 4 рубля за килограмм на вес и вот с тех пор они у меня пролежали благополучно конечно многие были уже использованы но сундучок у нас большой вот что-нибудь да его живым оттуда и вот сейчас я из этих тканей вырежу квадратики размером 18 на 18 по девочки я вырезала 15 квадратов 18 на 18 по 5 квадратов каждого цвета в прошлом видео я показала что через тонкую ткань вот этот наполнитель а он достаточно плотные вот эти вот шарики и они через тонкую ткань так вот проступают не очень красиво вот эти все шишечки они обозначаются и я там уплотняла вернее не уплотняла а прокладывала поверх этого наполнителя вырезала квадратики из флизелина из тонкого и подложила под каждый лоску точек это только в верхнем ярусе было потому что нижние два яруса квадратов они мне были с достаточно плотной ткани и там все нормально и кто-то в комментариях меня спросил а можно ли использовать флизелин на тонких тканях если это флизелин тем более клеевой то конечно нельзя потому что это даст дополнительную жесткость она нам не нужна в подушках и я решила провести небольшой эксперимент я нарезала вот такую стопку таких же квадратиков из послужившей ткани и посмотрим как это себя поведет и вот теперь я буду накладывать под каждый лоску точек под каждый квадратик нашу подкладочку вот так скалывать я буду вот таким образом чтобы никуда ничего не сбежала никаких простежек других я делать не буду и буду все это прошивать сначала я сошью по два таких соединю квадратика а потом присоединю к ним пятый квадратик и вот сшиты все квадратики одного цвета не забываем про подкладку но это для тех у кого будет тонкая ткань ткань которая просвечивает вот здесь свет тоже немножко проступает надо было белую взять но не критично и следующий этап у нас пришиваем квадратики другого цвета накладываем их вот таким образом лицом к лицу и и со страчиваются только внешние стороны две внешние стороны вот эти два края у нас остаются свободными непришитыми вот так и вот все квадратики другого цвета у меня на месте и еще один совет для удобства сшивания вот эти строчки надо заканчивать из одного из другого края надо заканчивать не дошивая на ширину припуска у меня это один сантиметр у вас может быть 0 7 на ширину лапки может быть шьете вот так это будет выглядеть и теперь я возьмусь за бордовые квадратики и сшивать я их буду точно так же как и в первом случае сшивала розовые квадратики и вот наша очередная пятиконечная деталь готова кто-то может сказать что я повторяю предыдущий мастер-класс на начальном этапе да похоже ну а дальше в сборке значительная разница которая повлияет именно на форму подушки и если именно вот на этом этапе отнестись не очень внимательно то вы получите не ту форму которую хотели сейчас мы будем соединять вот эти открытые уголки с уголками вот этой детали вот так и так по всему периметру мы совместим все уголочки и прострочим вот так несуразно пока выглядит наша подушка я ее вывернула вот через это отверстие отверстие достаточно оставлять так чтобы пролезала только рука сейчас мы ее поправим и вот сдутая наша подушка поправилась я зашила отверстие потайными стежками видно не видно и сейчас я сделаю дополнительное украшение я обтяну свои большие пуговицы тканью и сделаю такую небольшую стяжку ну вот девочки подушка это анатомически очень подходит для того чтобы подкладывать под голову она вот просто вот под шею так но то что я применила подкладочную ткань конечно нас гладила но не так как синтепон но немножечко прощупываются эти вот пупырышки но если применить пушистый синтепон этого конечно же не будет и теперь я взяла свою цыганскую иглу она уже знакомого и и прижав я ее протащу на обратную сторону так сильно затягивать не будем ну а здесь ждет вторая пуговица и сейчас я ее здесь закреплю ну вот такая то ли звезда то ли цветочек у нас получился я подарил тебе звезду помните да мультик ну а чем не подарок очень даже симпатичный девочки которая из подушек вам нравится больше если вам сегодняшнее видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик я с вами прощаюсь до свидания до скорой встречи